Чеченская республика Торжественно открыли грозненцам парк имени Гейдара Алиева К этой личности мы еще вернемся А пока об эпохе несколько слов О самой этой эпохе К коммунистическим лидерам можно относиться как угодно Но при этом никто не станет отрицать тот факт Что эти самые лидеры в чем-то оказались даже полезными для народа А их плоды до сих пор вкушаются нами И мало кто догадывается, что плоды эти того или иного коммунистического лидера Вот, к примеру, Хрущев Никита Сергеевич Можно как угодно к нему относиться Но именно при Хрущеве началась оттепель 60-х И реабилитация жертв репрессий, проводимых в годы правления Сталина Страна узнала о многих запрещенных писателях и поэтах Также благодаря правлению Хрущева были изменения в научно-технической жизни страны Пример тому полет первого человека в космос в 1961 году Или другой известный советский лидер Леонид Ильич Брежнев Его основная заслуга лично для меня, что он ветеран Великой Отечественной войны Также при Брежневе Советский Союз по объемам промышленного производства и сельского хозяйства Занимал первое место в Европе и второе место в мире Уступая лишь Соединенным Штатам Америки Страна производила буквально все От ракетоносителей до нижнего белья Поднялась при нем и культура Особенно кинематограф Брежнев обожал кино С его одобрения были сняты шедевры кинематографии, которые мы смотрим до сих пор Мимино Георгия Данелия Неуловимые мстители Эдмонаки Осаяна Кавказская пленница Гайдая Берегись автомобиля Рязанова Белое солнце пустыни Джентльмены удачи Семнадцать мгновений весны Ирония судьбы Или с легким паром Или те самые известные шесть соток на даче Где советские любители отдохнуть на шашлычках Могли себе это позволить Квартплата не превышающая 3% от дохода человека И так далее Можно бесконечно перечислять заслуги Брежнева Можно привести в пример и заслуги Андрея Андреевича Громыка во внешней политике СССР Дмитрия Федоровича Устинова в оборонке страны Но чего сделал для СССР Гейдар Алиев Который ни страну не возглавлял А был лишь членом ЦК КПСС Даже у того же Шеварнадзе нет памятников ни в России, ни за рубежом Ни лидером СССР каким-то Ни тем более членом полюбюро Но есть Алиеву За что? Может за тех Просто некому заплатить и поставить памятник А за Алиева есть кому платить? Что скорее всего? Ведь этому отцу диктатора даже за военные заслуги памятник не поставить Будучи в призывном возрасте в 1941 году Алиев избежал фронт Ему было 18 лет В официальной биографии написано, что с 1941 по 1945 годы Гейдар Алиев работал заведующим отделом НКВД Нахичеванской АССР И Совете Народных Комиссаров Нахичеванской АССР Такая биография впечатляет, если ты не гражданин Азербайджана И если тебе не 15 лет А люди, заставшие СССР или умеющие маломальски думать То поднимут брови и задумаются Как этот 20-летний юноша мог занять пост заводделом НКВД Да еще в советские годы Да еще в военные годы Тем не менее, сыночек Ильхам, будучи, как и его папа, дезертиром Заботится о своем отце и готов раскошелиться на каменное увековечение бати где угодно Где только можно Где только можно положить в карман какие-то купюры И, судя по всему, купюры не какие-то, а именно довольно-таки немалые Пусть даже бартером Как в случае с экс-президентом Египта Хосни Мубараком Напомню, что когда Египет возглавлял Мубарак В пригороде Каира был поставлен памятник Гейдару Алиеву В обмен на то, что в пригороде Баку, Хурдалане Будет стоять памятник Хосни Мубараку Так и порешали Обменялись памятниками Однако через три года, когда египтяне свергли Мубарака Азербайджан одновременно сверг и памятник Мубараку Теперь вместо египетского диктатора на постаменте в пригороде Баку Стоит просто скульптура древнего египтянина Азербайджан расторг условия бартера в одностороннем порядке Хотя, не знаю, остался ли памятник Алиеву в пригороде Каира Или его уже нет при нынешнем руководстве Сиси Возможно, и там установили вместо Алиева памятник древнему азербайджанцу Не знаю Азербайджанские власти демонтировали памятник бывшему президенту Египта Хосни Мубараку в городе Хардалан неподалеку от Баку На том же постаменте, с которого небрежно стерто имя Мубарака Установлена скульптура древнего египтянина Местные администрации Хардалана лишь подтвердили факт того Что скульптура некоторое время назад была заменена И вообще Гейдару Алиеву не везет в дальнем зарубежье Долго ему там стоять не приходится Вот, к примеру, в 2012 году Азербайджан взял на себя финансирование бульвара Пасео де ла реформа в мексиканской столице Мехико В обмен на то, что на этом бульваре будет стоять изваяние Гейдара Алиева Мэрия дала добро Пусть стоит Хоть и непонятно, кто такой Алиев Зато бульвар будет в порядке А когда бульвар был уже готов И памятник на этом бульваре стоял Мексиканцы спохватились Вернее, мехиканцы спохватились Поняли, что памятник возведен в семейке диктаторов Из какого-то далекого там Азербайджана Начались протесты Памятник убрали на территорию азербайджанского посольства в Мехико Зато бульвар остался В этом же году почти то же самое случилось с Гейдаром Алиевым В канадском городе Ниагара-он-де-Лейк Мехикан Алиева долго билось, чтобы возвести памятник свекру Чей орден она носит на своей плотной груди Возвели, но памятнику было приказано долго жить Диктатора снесли с постамента Ну не везет отцу Азербайджана с дальним зарубежьем Ну не везет Разве что в Турции и Сербии Стукан Алиева держится Но если в Турции он возник благодаря тому же Бартеру на Ататюрка То Сербия Непонятно что Сербии Что общего у Сербии с Азербайджаном и с Алиевым в частности Косово и Карабах Не думаю Проблематика разная Скорее всего И здесь нефтедоллары сыграли роль Во всяком случае Сами сербы понятия не имеют Кто такой Гейдар Алиев Наш сюжет от собственного корреспондента антитопора в Белграде Лилит Лекич Которая решила узнать у жителей столицы Сербии Знают ли они о человеке Мимо памятника которого они каждый день проходят Думаю русскоязычные зрители в переводе сербского не нуждаются Тем более в этом вопросе Оставим все собственном соку Далее знаете Кое Гейдар Алиев? Не знаю Алиев Моград Предпоставим Вместе Воен Азербайджанский Велик Министер Министер Ему министер Министер Или тег Председников Министер То је Уже Из Азербайджана Азербайджана Велик Министа Не знаю Он был председателем Азербайджана. И это примерно этот вспоминник здесь. Может две годы или так далее. Какие заслуги Алиев для Срба? Нет. Не знаю. Так что не знаю ни заслуги. Если нет заслуги, что будет, то есть его вспоминник. Алиев из Азербайджана? Да. Не знаю, как это называется, но они дали, чтобы этот парк был в среде, чтобы они реновировали. И поэтому позволили сделать вспоминник. Я думаю, что это было. Да. Да. Патрио парк. Да. Патрио парк, поэтому стоит. Не знаю. Я знаю, что он помогал при строительстве этого парка. Я не знаю ничего больше. Да. Не знаю ничего? Ничего, да? Да. Я знаю, что он, это, что он, это, что он, это, что он, это, что угрожает этот парк. И я думаю, что мы должны верить в статусе в среднем парке. Ага. Значит, можете... то, сколько семья чувала, а люди не знали, что это. Значит, были условия, можно доставить вспоминник? Я думаю, да, это было условия, да, он финансировал реконструктиву парка целу. А, как бы, дали условия, или наша добрая воля, то нет. Да, добрая. Обратите внимание, никто, ни пожилые сербы, ни молодые, не знают, кто такой Гейдар Алиев. Но на вопрос о его заслугах перед Сербией полагают одно. Возможно, Азербайджан взял на себя финансирование, облагораживание парка взамен на то, что здесь будет стоять памятник их любимцу диктатору. Впрочем, все то, что происходило и в Канаде, и в Мексике, и в Грузии, в Тбилиси, и в российских городах, таких как Волгоград, Молгобек и Астрахань. В Волгограде, так и вовсе, изначально, было финансирование парка взамен на то, что парк будет носить название Баку. Однако, не прошло и года, как парк стал называться имени Гейдара Алиева. Получается, что имя Алиева куда важнее имени собственной столицы Баку. И вот новый парк Гейдару Алиеву, на этот раз в грозном столице Чеченской республики. И тоже с физиономией Алиева в камне. Не думаю, что и этот парк был финансирован Азербайджаном. Кадыров-младший не станет просить денег у Баку. Во-первых, кавказская гордость не позволит. Во-вторых, Аллах Кадырову и так помогает с деньгами на всю республику. Но зато уверен, что в ближайшие год-два в Баку появится аналогичный проект с именем Ахмата Хаджи Кадырова. В этом можно даже не сомневаться. А иначе за какие такие заслуги удостоен целого парка Гейдар Алиев в Грозном? Там не только не заслуг, но и вряд ли вообще Гейдар Алиев бывал в Чечне. Чеченскому же руководству стоило подумать не об Алиеве, а об Анастасии Микояне, которому не мешало бы, если не памятник, то хотя бы переулок такой захудалый назвать. Этот уж точно заслужил. И вот почему. Как известно, с 1921 по 1924 годы на юге СССР находилась Горская Автономная Советская Социалистическая Республика со столицей во Владикавказе. В состав Горской АССР входили 8 округов. Болгарский, Дегорский, Ингушский, Кабардинский, Карачаевский, Осетинский, Сунжинский, Чеченский. Так вот, именно благодаря упорству члена ЦК РКПБ, секретарю Северокавказского крайкома партии Анастасу Микояну и его ходатайству перед Дзержинским и Сталином, каждая из округов Горская АССР получила отдельную национальную автономию. И в том числе возникла Чеченская Автономная Область. Вот что пишет сам Микоян в проблемах казачества Чечня. Не имели тяготения к Владикавказу и чеченцы. Экономически они крепко привязаны к Грозному, к его базару, где они общались между собой и совершали все нужные им торговые операции. Чеченцы – самая большая по численности национальность среди горских народов Северного Кавказа. По уровню же своего развития Чечня была в то время, пожалуй, наиболее отсталой среди них. В чеченских аулах господствовал патриархально-родовой быт с непререкаемой властью духовенства и племенных вождей, между которыми шли бесконечные распы. Далее Микоян вспоминает. В беседах с Дзержинским я говорил ему, что причиной напряженного положения в Чечне является отсутствие там настоящей советской работы. Горская республика с этим не справляется. Необходимо создать чеченскую национальную автономию во главе с самими чеченцами, и тогда обстановка в Чечне несколько разрядится. Дзержинский поддержал нас. Будучи в Москве, я посоветовался со Сталином. Он отнесся к идее одобрительно, предупредил о необходимости проявить осторожность и выяснить подлинное настроение населения. Также Микоян взял ответственность по облагораживанию чеченской национальной автономии. С его помощью в Чечне были открыты школы, больницы, созданы рабочие места. Через год в Чечне училось уже 1500 человек. Началась работа по землеустройству, строительству, небольших мостов, открывались врачебные и фельдшерские пункты. Были организованы органы чеченской госторговли. Чеченцы стали безбоязненно ездить в город Грозный торговать на базаре. Удалось устроить на работу на промыслах около 800 чеченцев. До этого чеченцев там не было совсем. Несколько чеченцев было принято в состав городской милиции. Кстати, в честь Анастаса Микояна было на Кавказе переименовано село Георгиевское в Михаян-Шахар. Это современный город Карачаевск. И для этого региона Микоян немало проделал полезной работы. До 40-х годов XX века, казалось бы, в горских республиках все идет по плану и ничего не предвещает беды. Однако в 1944 году Сталин ликвидировал Чеченскую республику и поднял вопрос о депортации чеченцев, ингушей, карачаевцев и других народов из родных мест в Среднюю Азию. Только Микоян тогда решился возразить Сталину и заступиться за чеченцев и других горских народов Кавказа, за что и попал позже в опал. Из сохранившихся архивов, о котором пишет информационное агентство «Грозный информ», именно Анастас Микоян инициировал их возвращение на родину в 1957 году и по его инициативе была создана Чеченская автономная область. Так что если и ставить кому-то памятники в Чечне и называть в честь кого-то или какого-то даже коммунистического лидера парки, то это Микоян, но никак не Алиеву. Именно Микоян дважды возрождал Чечню и именно Микоян способствовал репатриации чеченского народа на историческую землю. А гейдаром там никогда и не пахло. Но видимо в 21 веке бичом человечества стала амнезия, а совесть продана шайтану. Что касается самого Азербайджана, то эта страна смело может назваться в Гейдаристан, учитывая, что один Азербайджан уже есть в Иране и по авторским правам топоним Азербайджан принадлежит именно Ирану, как и Македония Греции. Почему бы нет? Прилетаешь в Баку и сразу оказываешься в аэропорту имени Гейдара Алиева, садишься в такси, едешь в город по проспекту имени Гейдара Алиева, который довезет вас прямо к центру Гейдара Алиева. Такую же модель мира пытаются смастерить Баку мир имени Гейдара Алиева. Путем взяток, подкупа, бартера, неважно. И в честь какого еще азербайджанца устанавливать, впрочем, памятники в мире? Нет таких мировых известностей, которых бы знали от Мексики до Японии. Нет у Азербайджана Айвазовских, Хачатурянов, Камитасов, Баграмянов, Манущанов, Азнавуров и прочих. Нет даже поруганных имя Андроников, Азанянов и Горигинов Нжде, которые являются героями Балканских войн, и памятники им стоят в Румынии и Болгарии. И стоят бесплатно. А коль нет, и суда нет. А суда нет, можно и раскошелиться. И неважно, сколько простоит. Субтитры создавал DimaTorzok